Скажите, друзья, почему воскресенье нам длинной недели определено? Уже ли для того, чтобы в праздном безделье смотреть до рассвета цветное кино? О нет, дорогие, дано воскресенье нам всем для молитвенной славы Христа. Пусть музыку, псалмы, стихотворения услышат от нас в этот день небеса. Живого питья и духовного хлеба в молитвенном доме полны закрома. А ты, от того, что в собрании не был, споткнувшись на ровной тропе захромал. Отсюда все наши проблемы и беды, ошибки, падения, болезни души. Ты будешь в собрании? Нет, не приеду. Мне надо квартиру детей сторожить. Причин предостаточно, важных и разных, в свое оправдание можно найти. Хочу, чтоб ты видел, какая опасность тебя поджидает на этом пути. На улице было темно и морозно. Опасливо сердце взметнулось в груди. И бабушка Лена решила, что поздно и небезопасно в собрании идти. И скользко, и страшно, еще неизвестно, что может случиться в дороге со мной. В раздумье чуть-чуть постояв у подъезда, она повернула обратно, домой. А дома, напившись горячего чая, закутавшись в теплый домашний халат, она к телевизору, будто случайно, нечаянно вроде бы вдруг подошла, нажала привычно знакомую кнопку, настроив антенну, прибавила звук. Послушав события печальную сводку, сменила программу движением рук. Экран как взорвался безудержным воем, в безумном веселье тряслась молодежь. Под звуки рок-музыки крючились двое, скандируя странное слово «балдеж». А вот, белозубрь, сверкая улыбкой, танцует девчонка, в чем мать родила. Эх, бабушка Лена, уже ли не стыдно тебе любоваться на эти дела? И вот, наконец, под аккорды гитары, слегка уморившись, уснула она. И видит во сне, подмигнувши лукаво, выходит с экрана к ней сам сатана. По дружеские руки кладет ей на плечи и ласково шепчет. Дорогая моя, отныне вот так же из вечера в вечер всегда поджидаю экрана меня. Кричит баба Лена, так я ж христианка, да как же ты смеешь ко мне приставать? А дьявол смеется. Зачем в перебранке нам время с тобою напрасно терять? Тебе телевизор собран я дару. Дороже, ушла ты от Бога, теперь не взыщи. И слугам начальстве нахлопнув в ладоши, старушку велит в преисподню тащить. Кричит, упирается бабушка Лена, на помощь Христа Иисуса зовет. И вдруг, от дремота очнувшись мгновенно, экран погасив, на молитву встает. Нам пишут пророки, пришествие близко, светильники масла заправить пора. А если закроет светной телевизор, дорогу к спасению тебе навсегда.